Здравствуйте. Сегодняшняя тема — это будхи или разум. И, конечно, надо апеллировать к своей книге «Стратегия самовыдности», которая, собственно, посвящена его развитию. На самом деле, конечно, такой приблизительный перевод будхи как разум, он скорее отсылает уже к некоторому ряду лингвистическому в русском языке, то есть как у нас противоставляются ум и разум. Разум — это не ум, конечно, а именно способность, которая относится к рефлексии, то есть к умению оценивать сам ум, его действия, и не только ум, но и накапливать мудрость, то есть уметь отличать истинное от ложного, принимать правильные решения. Таким образом, в таком понимании разум соответствует сансоветскому бухе, хотя в различных системах терминологии это может отличаться. О чём, собственно, речь? То есть, когда мы смотрим на различные способы самореализации, на различных людей, которые чего-то достигли, и если мы пытаемся выделить закономерность, помогает ли наличие учителя следование традиции, то мы с удивлением обнаружим, что на самом деле никакой закономерности здесь нет. То есть мы можем найти просветлённых, как в традициях, которые следовали наставнику, учителю, выполняли предписание традиций, или были канонизированы, да, как святые, преданными реализованными личностями, так и людей, которые развивались вне всяких традиций, ну, это, собственно, и самый такой простой пример, да, для этого. В XX веке было много учителей, самовыдных достаточно, которые просто шли своим путём, взаимодействовали с Реальностью как таковой, ставили глобальные вопросы и выходили на постижение истины и достигали просветления, да. Опять-таки, кто и как признавал это просветление, это уже другая тема, тем не менее у них появлялись последователи, создавались, опять-таки, новые какие-то системы, и за ними исследовали уже тысячи человек и миллионов людей. Собственно, как всякая традиция начинается на самом деле. И вот, если, опять-таки, мы посмотрим с другой стороны, а кто ничего не достиг, на самом деле и так и так бывает тоже. То есть есть большое количество людей, которые ничего не достигли просто потому, что следовали своим каким-то программам, да, отрабатывали какие-то мелкие задачи всю жизнь и даже не пытались как-то самореализовываться. И есть также вот огромное количество людей, которые сделали эту ошибку, то есть они, допустим, ушли в какой-то монастырь, да, или вот выбрали одну какую-то религию. И у них возникли люди, что этого достаточно, и дальше вот как бы всё само пойдёт, и достаточно только вот правильно, да, по этим писаниям себя вести автоматически. И таким образом самореализация, она как-то сама собой произойдёт. А на самом деле ничего подобного, и человек, опять-таки, превращается в некоторый автомат, которого просто другие программы, другие алгоритмы, но никакого постижения истины, тем более способность, да, отвечать эту истину от истинного, у него самого не развивается. Таким образом, на самом деле, вот независимо, да, от выбранной традиции, от выбранного пути, или это личный совершенно путь, самое главное действительно именно в том, насколько мы развиваем вудхи, насколько мы развиваем умение видеть, да, умение воспринимать истину напрямую, как таковую. В таком случае, даже если у нас есть учитель, да, во-первых, мы выберем правильного учителя, ведь кто будет определять, это настоящий учитель или нет. То есть если у вас эта способность развита, вы выберете истинного учителя. Если она не развита, то вы попадете к он же учителю, да, и будете там достаточно долго полгодаться. Поэтому на самом деле, даже выбор учителя зависит, ведь вовсе не от учителя, а от вас самого. И дальше, преуспевание в учебе, как бы здесь хорошие ученики, есть плохие у всех учителей, кто-то чего-то достигал, да, и при этом большое количество учеников вот оставались совершенно посредственными. И на самом деле, вот это вот преуспевание, оно тоже определяется именно личной способностью правильно понимать, да, что учитель говорит, и выбирать алгоритмы действий, которые, например, будут к исполниванию этих наставлений на лучшем направлении. Поэтому, опять-таки, все упирается в личное развитие будхи, даже если у вас есть учитель традиции и так далее. И вот в этой связи я сейчас немного пройдусь по углавлению книги «Стратегия самовредности», каким образом мы подбираемся к уже непосредственной работе с будхи, поскольку есть некоторые технические предпосылки, которые нам позволяют отстроить, скажем так, условия формирования будхи. Прежде всего, это тайминг. То есть для того, чтобы, опять-таки, научиться оттачивать вот эту вот способность, нам нужно очень грамотно распределять время. То есть уделять ни много ни мало каждой конкретной его традиции для изучения задачи и правильно выбирать те методики, те практики, которые мы используем на каждом определенном этапе. Таким образом, тайминг, как распределение своих занятий по времени, это, можно сказать, первостепенная вещь, иначе будет киш-миш, и вы запутываетесь. Дальше, опять-таки, осевая центрация, то есть ось. Ось надо держать, потому что без оси вы вообще пропадете, особенно если вы действительно разбираетесь ни под одной традицией у нескольких. То есть вот это вот основание в себе, это стержневая, да, такая концентрация, она должна сохраняться, чем вы его не занимались. То есть вы можете заниматься одной практикой, другой практикой, другой, будет такую технику, всякую технику, но вот выстраивание этого основания в себе, личного, этой оси, оно на самом деле в этом процессе и происходит, и очень важно, чтобы вы умели держать и постоянно возвращаться к себе. То есть не вы ходите, да, вот туда-сюда и так далее, а вы-то, собственно, постоянно находитесь в себе, в своем основании, и при этом на этой платформе наращиваете свой личный опыт, добавляя туда те иные традиционные практики, техники, порядочные и так далее. Далее, вот из этих двух принципов тайминг и ось возникает закономерным образом следующий принцип, это ритмы. То есть это умение меняться вовремя, то есть следовать своим собственным, как бы внутренним, да, ритмом прозревания и возревания, то есть когда вы сосредоточены на чем-то одном, и все вас уже вроде как начинают воспринимать, что вот вы такой-то, живете там, да, занимаетесь тем-то, и вдруг вы это меняете, поскольку у вас начинается новый этап, и вот вам приходится менять и кровь людей, потому что прежние люди вас не понимают. У любого абсолютно святого, да, треализованного человека, если вы посмотрите биографию, вы всегда можете выделить некоторые периоды, они, конечно, не были одинаковыми с рождения до смерти, они развивались. И вот, собственно, много и мало этих периодов, тем не менее, они всегда достаточно ярко выражены и связаны с какими-то достаточно радикальными действиями, неожиданными для окружающих, хотя абсолютно закономерными, да, для самого человека. И, конечно, чтобы все это проделывать, это, собственно, уже предпосылка развития вольхи, нужно очень хорошее внимание. Поэтому, опять-таки, какими практиками вы не занимались, на самом деле, основное, что вы развиваете во всех этих процессах, это концентрацию. То есть любая практика, она работает или не работает, в зависимости от того, насколько внимательно вы ее делаете. Результат зависит не только от времени выполнения, но и от хорошей концентрации на том, что вы делаете. И вот, собственно, здесь мы уже вплотно приближаемся к развитию будхи, потому что внимание – то же самое основное предпосылка для разума, который, если он уже начинает включаться, да, и вы уже уверенно принимаете вот эти решения без каких-то длительных мыслительных взаимоключений, у вас просто уже наработана система видения истины, и вы четко сразу знаете, вот это делать, это не делать, это надо, это не надо, это правильно, это не правильно. То есть в такой случае мы можем переходить уже к вопросу резонанса систем, то есть не чередовать системы, искать их точки соприкосновения и как бы сразу находиться в нескольких системах, в нескольких параллельных процессах, которые сами, да, как бы созвучны друг к другу. И такие точки становятся видны точки резонанса, только когда вы уже последовательно, значит, ну, часть этих традиций, этих методик освоили. И далее остается только выйти вот в такое объемное осознание, когда действительно у вас есть все сразу. И это вас уже не приводит, да, в состояние хаоса, а вы находитесь в состоянии объемной осознанности, и вот все есть, да. То есть вот такого рода осознание, оно, в принципе, можно сказать, является такой последней стадией для полной реализации, по крайней мере, воплощенном состоянии. В каких терминах, опять-таки, это описывать, да, и как бы более технологично, соответственно, все это оформляется, все зависит от языка, от терминологии конкретной школы, конкретной традиции. Это сейчас не моя цель, да, называть это самархи или нирвану, или еще так. То есть мне сейчас важно, опять-таки, передать суть, как я ее вижу, простыми русскими словами. И в таком состоянии вот здесь, опять-таки, вот это вот все, да, вот что такое осознанное всего сразу, вот это все, это действительно вопрос, как далеко у вас находится эта граница, насколько это будет полное просветление, или опять-таки некоторая стадия какое-то осознание, насколько это все действительно все. И это тоже идет к этим расслоянием, постепенно расширяясь, да, включая, пока действительно не дойдет до той стадии, когда это все не ваша субъективная, да, оценка всего, а оно захватает субъективной всеобщенностью, и таким образом ваша индивидуальность становится тождественно всеобщему, а вот это воглашенное состояние то маленькое тело, да, маленькая индивидуальная структура, которая проявляется на момент воплощения сосредоточия этого сознания, оно уже действует исходя не из индивидуальных каких-то задач, а является праведником всеобщих задач и выполняет те намерения, да, которые необходимы именно в данный конкретный момент для самого всеобщего. Вот примерно такая последовательность и основная здесь, еще раз подчеркну, тема и способность, которую мы развиваем, а в которой все зависит, это рефлексия, вудхи, разум, то есть способность отвечать истинное отлично. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.